В Нью-Йорке выставлена на продажу самая дорогая в истории города жилплощадь. Пентхаус за 110 миллионов долларов. В Нижнем Манхэттене ищет покупателя и точно найдет. Совсем недавно за 100 миллионов продали квартиру у Центрального парка в здании под звучным названием Дом миллиардеров. Эксперты говорят, тенденция уже очевидна. В элитное жилье в больших американских городах все чаще вкладывают свои деньги иностранцы. Китайцы, индийцы, русские. Кстати, вот сообщение этой недели. Знакомство с российским президентом Владимиром Путином стало для богатейших людей страны, цитата, «токсичным активом». К такому выводу пришли журналисты агентства Рейтерна. В условиях анонимности они провели свой опрос представителей деловой элиты России. И все из-за антироссийских санкций. Новый список фамилий может появиться к концу января следующего года. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков тут же отреагировал. По его мнению, санкции США – это попытка настроить сторонников российского президента из числа состоятельных бизнесменов против него. Чего могут опасаться российские олигархи? Из-за санкций потерять доступ к своим зарубежным активам, в том числе и недвижимости. Что на кону? Изучал наш коллега Денис Чередов. Риэлтор Константин Залезняк демонстрирует все прелести двухуровневой квартиры на улице Перри в Нижнем Манхэттене. Гостиница, три спальных комнаты и столько же балконов. Седьмой этаж. Будущий хозяин – барин. Может позволить себе любую перепланировку. Если видите колонны, это единственное несущее. Поэтому нет ни одной несущей стены. Можно по-любому двигать стены, кому как нравится, как кто хочет. За 350 квадратных метров продавец просит 13 миллионов долларов. Константин говорит, что апартаментами уже заинтересовался некий российский бизнесмен. Называть его имя риэлтор не имеет права. А вот о будущих соседях клиента рассказывает с удовольствием. Трёхэтажный комплекс – это Хью Джекман, который снимался во многих фильмах. Он сейчас очень много на Бродвее делает. Чуть выше дизайнер – Келвин Клайн, его квартира. И раньше была Никола Кидман, но она её продала, по-моему, год или два назад. А это верхний из сайта Манхэттена, 75-я улица. Уже месяц здесь идут строительные работы. Новость о жилищном переполохе разлетелась быстро. В сентябре известный российский миллиардер Роман Абрамович купил в этом районе особняк. Четвёртый по счёту. Роман Абрамович сначала купил эти два крайних дома. И только потом купил этот середний. То есть он рисковал, если бы сделка развалилась, то, собственно говоря, вся идея его о том, чтобы сделать один большой дом, она бы просто провалилась. Сначала Абрамовичу даже отказали в грандиозном проекте объединить здание и сделать реконструкцию. Но миллиардер не сдавался. А потом решил купить четвёртый, прилегающий к остальным пентхаус, заплатив в итоге 96 миллионов долларов. Да, это был арендный дом. И, собственно, все квартиры здесь сдавались на аренду. Буквально год назад ещё квартиры предлагались, и можно было как бы снять. Теперь это уже новый план реконструкции комплекса зданий. Комитет по защите исторических памятников Нью-Йорка предложение российского бизнесмена одобрил. Вот так будет выглядеть будущий фасад большого дома. А это внутренний двор. Здесь вместо кирпичных стен появятся стеклянные. Ремонтом объектов занимается корпорация «Кларк». Встречаем сотрудников компании у входа в дом Абрамовича. Извините, а вы знаете этого человека? Вы с ним встречались? О, мы не будем ничего говорить. Российские миллиардеры давно облюбовали Нью-Йорк. Вот, например, улица Централ-Парк-Вест. Самый, без преувеличения, престижный район города. В этом доме в 2011 году апартаменты приобрёл бизнесмен Дмитрий Рыболовлев. За 10 комнат, 4 спальни, террасу и библиотеку он выложил 88 миллионов долларов. На тот момент это была наиболее дорогая квартира из всех, когда-либо проданных в Нью-Йорке. И это, конечно, выгодное вложение. Элитная недвижимость столицы мира вряд ли обесценится. И, скорее всего, будет только стабильно дорожать. Вообще, Рыболовлев знает, что делает. Буквально несколько дней назад на аукционе Кристи он продал полотно Леонардо да Винчи, «Спаситель мира» за рекордные 450 миллионов долларов. Так что теперь коллекционеру можно присмотреть ещё пару-тройку пентхаусов в городе. В списке собственников фешенебельных апартаментов бизнесвумен Кристина Коваленко. Она купила лофт на 43-й улице. А жена миллиардера Мельниченко Александра обзавелась пентхаусом на юге Центрального парка. Это не считая известных имён Игоря Крутого, Михаила Прохорова, Вячеслава Фетисова. Нашествие русских богачей взволновало мэра Нью-Йорка. Прямо перед выборами градоначальника, которые, кстати, увенчались вторым сроком Билла де Блазио, политик вдруг заявил, что не любит российских олигархов. В интервью RTVI он развил мысль. Они ведь все разбогатели нечестным путём. Я говорю, исходя из собственного понимания справедливости, того, как должно выглядеть справедливое общество. И когда некоторые люди становятся такими богатыми только потому, что правительство им это обеспечило, это противно. Другой вопрос, что очевидно, эти люди по закону США имеют право приобретать здесь собственность. По данным Национальной ассоциации риэлторов США, в этом году иностранцы вложили в американскую недвижимость 153 миллиарда долларов. Это на 49% больше, чем в 2016-м. На первом месте в списке любителей американского имущества – Китай. Жители этой страны потратили на покупку недвижимости 31,7 миллиардов долларов. А три года назад компания Unbank Insurance Group приобрела легендарный отель Волдерфа-Стория, Нью-Йорк за 2 миллиарда долларов. Собственниками домов и апартаментов в Штатах становятся, к примеру, мексиканцы и индийцы. Недвижимость в Нью-Йорке, как правило, не падает в цене, благодаря устойчивой политической и финансовой системе. Поэтому это совершенно естественно, что инвесторы со всего мира вкладывают свои деньги в нью-йоркские дома и квартиры. Конечно, Америка – не Европа. Вложенные в недвижимость миллионы не дают здесь права на получение вида нажительства и уж тем более гражданства. Но сохранить, а то и приумножить миллионы долларов, можно. Этим шансом воспользовался еще один российский миллиардер – Андрей Бавилов. Нью-Йорк Таймс сообщала, что в 2009 году он купил в известных башнях Тайм-Ворнер-центр на 78 этаже квартиру площадью 770 квадратных метров за 37,5 миллионов долларов. А в 2015, по некоторым данным, Бавилов жилплощадь продал за 51 миллион. Чистая прибыль – более 13 миллионов долларов. Другие российские бизнесмены расставаться с недвижимостью в США не торопятся. Наоборот, приобретают больше. Здесь как-то спокойнее. Не пропадет.